Капремонт Веденской школы номер 3 в Звенигороде стал самым крупным объектом 2022 года по реализации в Одинцовском округе. Здание учебного корпуса было построено в 1966 году и с тех пор ни текущий, ни капитальный ремонт там не проводили. За все время работы образовательного учреждения частично локально производилась замена оконных блоков, кто не портим у здания. Поэтому объем работ был достаточно большой. Контракт заключили 15 февраля и 1 сентября уже дети пошли в школу. Сегодня в Веденской школе обучается 900 учеников. Работы по капремонту учреждений разделили на два этапа. Полная реконструкция зданий и благоустройство прилегающей территории практически завершено. В скором времени сюда завезут современные архитектурные формы. Мы ожидаем поставку мафов и произведем их монтаж. До 9-12 часть мафов придет. Это как, например, качели радуга, пергола радуга, стол, пикник. И до 23 декабря придут оставшиеся архитектурные, малоархитектурные формы. В рамках второго этапа капитального ремонта на территории Веденской школы появится современное спортивное ядро. Работы планируют начать в апреле 2023 года. Хотелось бы отметить, Андрей Иванович, что по вашему поручению насыщение спортивного ядра школы мы согласовывали с родителями, с родительской общественностью из Венигорода и Веденской школы. Буквально вчера окончательно было согласовано обустройство. Более 25 образовательных учреждений Одинцовского округа вошли в проект титульного списка на ремонт по президентской программе в 2023 году. Так, полную реконструкцию проведут в детском саду номер 55, структурном подразделении 7-й Одинцовской гимназии. Год постройки садика 1972, общая площадь почти 1300 квадратных метров, проектная мощность садика 240 человек и фактическая наполняемость на сегодняшний день 305 ребятишек. Также в следующем году проведут капитальный ремонт в Кубинской школе номер 2 имени героя Советского Союза Василия Безбородова. В Старогородковской специальной школе-интернате имени заслуженного учителя России Александра Фурагиной и других образовательных учреждениях округа. Андрей Иванов отметил, что работы необходимо начинать заранее, чтобы к 25 августа уже сдать готовые объекты. Нам нужно выйти на стройку раньше, чем мы это делали в 2022 году. Все опыты, компетенции мы по таким ремонтам получили, я считаю, более чем. И должны с задачей в 2023 году справиться на отлично. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово». Продолжение следует...